Приветствую вас. По описанию ситуация выглядит следующее. Вы слишком сильно эмоционально привязаны к ребенку своему. То есть вы говорите, что мы ходим в садик. Мы. Не ребенок ходит в садик, а мы ходим. Из-за чего ребенок может терять ощущение собственной индивидуальности. Из-за чего ребенок может ощущать проблемы с собственной значимостью. Вот. И это может служить основанием для того, что человечек, человечек, в данном случае ваш ребенок, ощущает себя, значит, с вами. Когда он с вами полностью без границ, я могу делать все, что захочу. А когда он, соответственно, где-то, 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 он чувствует, наоборот, некую такую подавленность. Вот. Интересно, что вы его спрашиваете, да? Он начал, значит, истерики, значит, по утрам после выходных. Что делать? Значит, здесь нужно вести себя спокойно, значит, не реагировать на его истерики. Потому что истерики – это поправность во внимании. Вот. То есть, ну, то есть, то есть, грубо говоря, ребенку хочется, чтобы вы больше ему уделяли внимание. Вот. Ребенку не нравится, что вот он с вами, там, король, с вами он может делать все, что хочет, а, соответственно, садик ему, как бы, ну, тяжелее. Вот. Это ему, конечно, не нравится. Безусловно. Вот. И, соответственно, поэтому он истерик. Если вы своему ребенку дадите понять, что и, собственно, дома у него тоже есть определенные границы, вот, да? То, соответственно, высока вероятность будет того, что он, его всплески, такие всплески, вот, будут, ну, гораздо меньше, чем это происходит сейчас. Отдельным пунктом идут его взаимоотношения с отцом. Потому что, как бы, как бы, отец – это тот, кто, значит, ну, это тот, кто отвечает за ребенка. Тот, кто показывает ему образец мужского поведения. Вот. И, соответственно, если от отца ребенок расположен далеко, да? Вот. А я так понимаю, что это все-таки именно мальчик, вот, там еще невидимый ходит. То, соответственно, истерики – это результат невзаимодействия с папой. То есть отсутствия такого мужского контроля. Вот. И, опять же, опять же, опять же, ситуация вся заключается в том, что мы здесь не говорим о том, что плохо ли это или хорошо. Да, мы просто говорим о том, что вот есть проблематика такая. Вот. И проблематика, она сама по себе не уйдет. Вот. Это то, что вам нужно для себя понять. Да? В первую очередь. То есть, соответственно, и, соответственно, отдаление от своего ребенка. Ну, то есть, чтобы не было, вот. Такого, да, что вот, как вы говорите, мы ходим, да? Мы. То есть, кто такие мы? Вот. Что самое здесь страшное, да? Что такие мы? Это вы и вас ребенок. Но ходит-то только ребенок. Ну, например, вот в тот же садик, да? Вот. А преподносите вы именно так. То есть, то есть, слияние, слияние, оно мало, мало, когда оказывает, ну, положительное воздействие на, развитие ребенка. Вот. На его поведение, на его благополучие и так далее. Вот. Поэтому, если вы заинтересованы в том, чтобы ему помочь, вот, то я, соответственно, рекомендую вам действовать, вот, таким образом. То есть, я рекомендую вам действовать так, как вот сказал. Да. Ну, и, соответственно, определитесь с целью, да? То есть, если вы говорите, что делать, да? Вот. Что делать, чтобы что? То есть, вы хотите что-то сделать, чтобы ребенок перестал устраивать истерики, вот. А как вас эти истерики задевают, соответственно? Да? Например. Либо вы хотите что-то еще, что-то другого, например. Допустим. Допустим. Вот. Это разные вещи. Все. И совсем этим можно работать. Обратите внимание также на то, какая обстановка у вас в семье. Вот. Ну, просто, какая обстановка у вас в семье. То есть, то есть, хорошая или спокойная или нет. Дети очень чувствительны в контексте именно, вот, атмосферы. Если атмосфера негативная, вот, то, соответственно, ребенок также будет себя вести. Ну, может. Так же может себя вести. Вот. Что, безусловно, не повышает его активность, успешность и успеваемость. Вот. Ну и помните, что за истерикой всегда скрываются определенные желания. Вот. Это нужно понимать. И в данном случае ваш ребенок откровенно в чем-то нуждается. Конечно, в чем нуждается, нужно понять. Но я так думаю, что нуждается в собственных отношениях. Потому что, ну, я слышал, я слышал достаточно много раз, вот, вот, эту, значит, позицию, что мы, когда родители говорят, мы. Это, ну, это слияние. Это слияние. А ребенок, он в этот момент как бы себя не чувствует. И из-за этого у него могут возникать проблемы. Проблема. Ну, серьезные проблемы. И самим собой. Вот. И сокручающими. И так далее. Поэтому старайтесь все-таки ребенку больше давать свободу. Свободу. Это обязательно свой эффект возымеет. Обязательно. Обязательно возымеет свой эффект, если вы будете давать ребенку свободу. Например, какая часть всего история возникает, да? Ребенок не хочет идти в садик. Допустим. Вот. Он не хочет, не хочет идти в сад, и говорить, например, вот, я не хочу, я хочу дома, да, быть дома. С папой, с папой. А вы ему, например, говорите, хорошо, как хочешь, хочешь быть дома, пожалуйста. Он остается, он остается дома. А вы, соответственно, вообще ничего не делаете, да? То есть вы его вообще не трогаете, вы его вообще никак не развлекаете. Вы его, ну, вообще ничего не происходит. Вот. И как бы, как бы оставляете его, грубо говоря, на попечении у самого себя. Ну, и сколько времени ребенок так пробудет? Как вы думаете сами? Сколько он захочет так, ну, так жить? Я думаю, что очень-очень-очень даже не, не, не много. Потому что, ну, не ком, не комфортно ему, ему будет. Так. Вот. Вот. То есть смотивируйте человека. Смотивируйте человека на то, чтобы он что-то сделал. Мотивируйте человека увидеть и принять тот факт, что он может что-то делать, да, но за свой счет. У него есть понимание того, какова у этого будет, там, например, допустим, цена, да? Понимает, значит, делает так, как хочет. Не понимает, ну, значит, что ж. Ничего не происходит в таком случае. Вот. И все. Я полагаю, что это, в общем-то... Это, в общем-то, вполне разумная и вполне взрослая позиция по отношению к человеку, который истерик. То есть истерик – это, по факту, проверка, проверка границ. Вот. То есть. То, что делает человек, да? Вот. Пытается проверить границы. А почему пытается проверить границы? Промышленно этих личных границ он не знает. Ну, так вот, дайте ему столкнуться с ними. Покажите, что-то не всегда приятно, что-то не всегда хорошо, но что-то не всегда заканчивается чем-то выгодным, выгодным, выгодным для него. Вот. И ребят будет учиться. Вы поймите, что лучше будет, если он этому научится от вас, да, чем, если он с этим, так, столкнется где-то в другой жизни, да, ну, я имею ввиду, в реальной жизни, вот. И ему там будет гораздо тяжелее принять это, да, ну, принять эту реальность им будет гораздо сложнее. Вот. Вы же хотите, чтобы ребенок был счастлив? Нет, я думаю, да. Ну, вот. Вот так мощно ответят вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас задались вопросы дополнительные, пишите в личку Будратанович, если у вас какие-то проблемы в семье, например, возникли. Вот. Такое бывает, это нормально, в этом нет ничего страшного. Вот. Это стоит тоже лучше разобрать. Вот. Чем быстрее, тем лучше для всех. Для вас, для ребенка. Вот. И так далее. Обращайтесь. Буду рад помочь. Ну, не только я, но и мои коллеги тоже. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Удачи. Удачи.